Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о просроченных семенах. У меня бывает часто, что я в коробочке с семенами нахожу семена прошлого года, позапрошлого года, а то и трехлетней давности. Это случается, во-первых, потому что я не всегда бываю внимательно в магазинах, где покупаю семена. Во-вторых, по своей забывчивости, какой-то пакетик вот здесь залежался и не посадился вовремя. Ну а в-третьих, это бывает тогда, когда видишь такой сорт, который очень давно искал. И тогда думаешь, а вдруг сойдет, а все-таки я попробую его посеять. Вот так же у меня в этом году произошло с бальзаминами. А вот в этой пачке бальзаминов есть бальзамины свежие, двадцатого года, девятнадцатого года и восемнадцатого года. Но среди них есть такие, которые я давно искала. Вот, например, бальзамин Уоллера «Искушение». Есть густомахровые бальзамины, есть каскадные бальзамины. Мне очень хотелось их посадить. И поэтому вот я собрала их все вместе, даже с прошедшим сроком годности. И сейчас попробую их посадить, соблюдая абсолютно все-все правила посадки бальзамина, не пренебрегая ничем. Можно какое-то из этих правил пропустить, если вы сажаете свежие семена. Но если вам попались вот такие, и вы беретесь за них, за их посадку, то тогда лучше абсолютно все требования к посадке бальзамина выполнить. Том-тамп, бальзамин Бэйби, у меня его два, бальзамин Канди. Цена их, ну не так дорога, 20-25 рублей. И семян здесь достаточно. Или они идут по количеству грамм, или же они идут 10 штук. Эти бальзамины сажать проще. Но сейчас есть такие бальзамины, которые в своем пакете содержат 5-6 семян. А цена у них в разы выше. Вот бальзамин клубника со сливками. Бальзамин Империя, смесь красок. Он уже стоит 60 рублей. 6 семечек. Бальзамин Фея Цветов, 60 рублей. Вот бальзамин Уолера Искушение, светло-пурпурное, 65 рублей. Тоже 6 семечек. И вот еще один бальзамин Ампельные шедевры, райская смесь. Вот он уже стоит 6 семян, 80 рублей. Я сейчас расскажу все так, как должно быть. И так как Вы меня очень просите показывать все даже в мелочах, я сегодня буду показывать даже очень простые мелочи. Если кто-то из Вас уже опытен, знает, можете просто пропустить эти моменты. Но для начинающего садовода они важны. Итак, правило номер 1. Контейнер, который Вы берете, должен быть 6-8 сантиметров в высоту. Вот такой контейнер, невысокий и маленький, не подойдет. Нужно брать вот такой или такой контейнер. Размер контейнера зависит от количества семян, которые Вы туда посадите. Но высота его должна быть 6-8 сантиметров. Правило номер 2. На дне контейнера обязательно должны быть отверстия. Прорезь обязательно забьется, заилиться, соединиться, вода останется, корни загниют. Нужно сделать такое отверстие, которое всегда будет пропускать воду. Я это делаю очень просто. Беру спицу, нагреваю и прокалываю. Вы спросите, сколько отверстий делать. Это будет зависеть от размера спицы. То есть, если у меня спица маленькая, то, конечно же, я сделаю побольше отверстий. Если Вы взяли большую спицу, прогрели, значит, отверстий может быть меньше. Я думаю, Вам видно те отверстия, которые я проделала. Правило номер 3. На дно обязательно насыпьте дренаж. Это может быть вот такой вот крупный вермикулит. Не меньше 1 сантиметра. Правило номер 4. Подготовьте грунт. Он обязательно должен быть рыхлым. Обработайте его, поставив на несколько минут в газовую печь духовку или микроволновку. Я не буду ставить в печь. Я использую фитоспорин. Почва должна быть рыхлой. Добавить туда более мелкого вермикулита. Можно добавить вермикулита. Земля приготовлена и насыпана в контейнер. Осталось только обработать ее фитоспорином. Добавляем фитоспорин. Добавляем фитоспорин. И оставляем до завтрашнего дня. Сажать мы будем завтра. Я сейчас скажу почему. Небольшое количество фитоспорина. Я выдавливаю пульверизатор. До завтрашнего дня он размокнет. Раскиснет. Я его размешаю. И обработаю землю. Пока что я его убираю. Пока что он мне не нужен. Я его убираю. Теперь я беру открываю пакет Вижу там совсем немножко семян. Готовлю ватные тампоны и раскладываю их в те контейнеры которые нам не подошли для посадки бальзамина. Достаточно будет сделать экономно и разделить пополам. И высыпаю и высыпаю их на ватный тампон. Подписываю единичку и здесь точно так же пишу единичку. Открываем следующий бальзамин. Здесь еще меньше семян. Не пригодится нам сегодня. здесь семян еще меньше. заявлено пять семечек и оказалось пять семечек. отмечаем на контейнере двоечку и на пакете бальзамин империя ставим двоечку. «Эйнад». Это пакет Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Здесь тоже 5 малюсеньких семечек Диск намок Я оставляю их все до утра Наступило утро Приступаем к посадке Разравниваем грунт Семена простояли всю ночь На улице еще темно, все спят Я сейчас посажу и пойду досыпать Разравняли Сейчас обрабатываем, проливаем фитоспорином Теперь я просыплю тоненьким слоем фокосового брикета Для чего я это делаю? Ну, во-первых, кокосовый брикет Это, так скажем, ничто В нем нет ничего А раз в нем ничего В нем нет ничего полезного Зачем же его сыпать? Тогда скажете вы, если в нем нет ничего полезного На что я вам отвечу Если в нем нет ничего полезного Значит, никакому вредителю Никакой болезни Оно тоже не понравится Потому что взять из нее нечего Это абсолютно бесполезный продукт Для того, чтобы там что-то взять Питательные вещества Или развиться каким-то бактериям То, что нам с вами и надо Вот корешок, который будет расти Он будет расти в грунте А вверх будет защищен кокосом А для того, чтобы взойти семечку В нем есть все, все, все Для того, чтобы оно взошло Я уже подготовила для маленькой баночки Пять семян И подписала Что это четвертый контейнер Здесь в побольше контейнер Я подписала уже первый и третий И вот сюда Два по пять я посажу Второй и пятый Смачиваем кокосовый субстрат Все, больше нам пока он не понадобится Вода с эгаспорином И начинаем сажать Смачиваем кокосовым субстратом Смачиваем кокосовым субстратом Смачиваем кокосовым субстратом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Будем ждать сходов А сейчас я его отношу на окно, на подсветку Сходит он на свету Отнесу его на подсветку И буду ждать сходов Сегодня 21 февраля Пора подвести итоги Как у нас зашел наш бальзамин Вот всходы не дружные Всходы не хорошие Посмотрите на вот этот бальзамин Здесь появился Всего один единственный росток Конечно, 12 дней еще не срок Они всходят на 5-20 день Они могут зайти и на 5-20 день Но всходы уже не дружные Это уже не хорошо Семена этого бальзамина Вот он под номером 4 у меня Срок годности этого бальзамина Вот можете сейчас посмотреть 18-й год И заканчивается в августе 21-го То есть Ну вот он на самый-самый последний срок Последние месяцы годности бальзамина Поэтому такой результат Накрыть его сейчас Может пропасть тот единственный Который взошел Закрыть Открыть совсем Могут не взойти остальные Наверное, все-таки не буду закрывать Пускай хоть единственный Но будет Потом будет возможность Его почеренковать и развести Вот другой бальзамин Схожесть тоже Вот посмотрите Один, второй Вот небольшой Третий И все И пусто Больше пока ничего нет Но тоже хочу сказать Что По срокам Годин до октября 2020 года Тоже он 18-го года Октябрь 21-го года Срок ему Ну, вполне возможно Что семена Подвели Потому что они были уже Старые семена Вот дали такой результат Ну и еще один Последний бальзамин Вот такие вот Дал сходы Один Второй Третий Он появился Четвертый Росточек Немножко получше Ситуация Это Вот он Бальзамин Уоллера Искушение Светло-бурпурное Ну и тоже Точно так же 2018 год Вот я думаю Вам видно Посмотрите Мы можем посмотреть Уже Вот сейчас Уже мы можем Просмотреть И проанализировать Какие семена Взошли Какие нет Вот тот Который Очень хотелось Мне Вот такой Густомахровый Бальзамин Уоллера Искушение Светло-пурпурное Его Взошло Вот Два Штучки Бальзамин Империя Белый И красный Взошел Один Ну будет Либо белый Либо красный Вот Бальзамин Под номером Три У меня Райская смесь Он всего Один Вот Рассишечка Взошел Тоже Будет Какой-то Красный Белый Или розовый Вот Такой Разноцветный Трехцветный Так скажем Зеленый Белый Розовый Красный Вот Его Два Один И вот В уголочке Второй Ну и Вот Бальзамин Фея Цветов Тут Маленький Маленький Росточек И вот Еще появился Один Недавно Возможно Это даже Уже Сорняк А не Бальзамин Но вот Это Бальзамин Точно Этот Мы пока Оставим На доращивание А вот Эти шесть Штучек Я сейчас Распикирую Помещу их В более Просторный Горшочек В кассету И тогда Они уже Сразу же Моментально Пойдут Расти Быстрее Чем Чем Вот В этой Плошечке Сегодня Десятое Марта Бальзамины Выглядят Вот так Их уже Пора И уже Пора Делать Пекировку Этот Чуть Поменьше Ну Как И вот Этот А вот Эти Уже Вполне Доросли До того Чтобы Сделать Пекировку Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Вот Эти Шесть Бальзаминов Которые Подросли Я Распекировала Остались Два Которые Совсем Маленькие Когда Они Подрастут Я их Тоже Переселю В эту Кассету Вот Я Сейчас Снимаю Поближе Те Бальзаминчики Просроченные Которые Вот Уже Выросли До Такого Состояния Это Последушек Уже Маленькие Сажала А Вот Эти Вот Уже Стоят С Недельку Здесь Их Видно Что Они Подросли Они Хорошо Выглядят Хорошо Себя Чувствуют Вот А Вчера Посадила Самый Последний Самый Маленький Бальзамин Который Зашел Но Я Его Тоже Пересадила Чтобы Уже Не Держать Коробочку С Одним Маленькой Растишкой Выглядят Хорошо Вот Для просроченных Семян Зашедших Выглядят Просто Замечательно Пускай Еще Немножко Подрастут Земли Им Хватит Места Им Хватит Только Солнышко Было Сегодня 30 Марта Посмотрите Как Выглядят Бальзамины На Сегодняшний День Среди Них Есть Уже Вот Такие Большие Которые Уже Нужно Пересадить В Более Подходящую Емкость Горшочек Побольше Размера Вот Эти Тоже Уже Можно Пересадить Но Есть Среди Них И Маленькие Которые Еще Немного Будут Подрастать Это Те Которые Взошли Позже Всех Маленькие Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Остальные маленькие еще немножко подрастут до больших размеров. И я тогда тоже их пересажу. Будем ждать, какого же они будут у нас цвета. Очень интересно, какого же цвета получатся эти бальзамины. Наберемся терпения. Сегодня 3 апреля. Посмотрите, как на сегодняшний день выглядят бальзамины. Как только они оказались в земле, они сразу же активно пошли расти и развиваться. У них полезли много-много маленьких отросточков от ствола. И он станет пушистым. А вот эти вот два были самые маленькие, на которых я даже не надеялась. Но они тоже, окажавшись в земле, пошли расти очень активно. Сегодня 8 апреля. Вот посмотрите, как на сегодняшний день выглядят бальзамины. Уже его давно нужно прищипнуть. Но я не делала этого умышленно. Я хочу срезать верх и посадить его в водичку для прорастания корней. То же самое можно сделать уже вот с этими вот четырьмя кустиками. А вот эти три маленькие пока еще дорастут. Даже самый маленький бальзаминчик вот на сегодняшний день выглядит так неплохо. Сейчас я постараюсь ничего не отрезать левой рукой. Вот такой вот оставить кустик. Ну и вот такой вот отрезала. Удаляю лишние листочки. А это можно поставить вот так в воду. И рядышком с ним сейчас еще поставлю. Срежу парочку и поставлю. А этот будет отрастать. Только теперь уже гораздо пушистее. Гораздо раскидистее будет он выглядеть. Сейчас я отрежу их. Посажу в воду и покажу вам какие они стали. Сегодня 8 апреля. Работа закончена. Вот макушечки. Небольшие росточки. Они конечно еще совсем небольшие. Но будем надеяться, что они примутся. И уже отрезанные, уже прищипленные растеницы пойдут дальше ветвиться. А маленькие пускай подрастают. Сегодня 17 апреля. Давайте посмотрим, какой же на сегодняшний день стал бальзамин. После прищипывания он уже не выглядит таким куцем, обрезанным. Потому что маленькие веточки сделали свое дело. И кустик стал густым и пушистым. Вот это самое большое. А вот этот я только что прищипнула. Все они выглядят прекрасно. Ждут теплых солнечных дней. А вот в этом стаканчике стоят бальзамины, которые я прищипывала. Я удалила макушечку с тем расчетом, чтобы они пустили корешки и посадить их. Давайте посмотрим, пустили они корешки или нет. Посмотрите, какой пышный ежик. Корешков появился уже на этом маленьком отросточке. То же самое произошло и с другим. И даже самые маленькие пустили вот такие вот корешки. Поэтому я смело могу их сейчас посадить. Вот этот совсем был маленький, скрученный. Поэтому я сейчас смело могу их все посадить прямо в грунт. Я подготовила для этого стаканчики. И сейчас все четыре посажу. Самый большой, с самым большим корешком посажу в самый большой стаканчик. И так по старшинству очень хорошие корешки. Вот этот листик можно удалить. И все. Из пяти получилось девять. Сейчас я отправлю это на подоконник, на светленькое место. У нас получилось девять кустиков бальзамина. Сегодня 17 апреля. Сегодня 5 мая. Вот так выглядят бальзамины на сегодняшний день. Я вынесла их на солнышко. Не на солнышко, в тень. Но для них оказалось такое оно яркое. Температура позавчера была плюс 28 градусов. Вчера 18. Вот такие перепады сказались на ней. И некоторые листочки подгорели. Я думаю, что страшного ничего не случилось. Я сейчас посажу ее в кашпо. Даже молоденькие, те, которые замечательно принялись хорошо, их листики немножко обгорели. Я кое-где листья удалила, оставив только молодые. Но думаю, что они отойдут. Хорошо зацветут. Сейчас я их все высажу в кашпо. Поставлю в тенек. Я думаю, что они в таком виде, в тенечке, быстрее отойдут в большом количестве земли и быстрее зацветут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сегодня, 5 мая, я высаживаю самые крупные бальзамины. Мелкие еще подрастут, а те, которые покрупнее, я все высадила в грунт. Добавила немножко золы. А все остальное, как обычно, земля, грунтовая, перегной, песок, торф, ну и зола. И, конечно же, поливаю. Первый раз поливаю очень обильно. Потом буду поливать умереннее. Этот бальзамин пока еще не зацвел, и даже не показался, какого он будет цвета. К концу мая бальзамин стал уже вот таким вот большим. И показались маленькие бутончики. Значит, скоро мы увидим, какой будет цвет. Я думаю, что 5 кустиков тут будет густовато. Ну, можно будет через один проредить. И дать возможность расти другим. Стоит он в тени. Выглядит замечательно. К июню зацветет. Смотрите, какие яркие цветы появились на бальзамине 10 июня. Их пока еще только два. Наберемся терпения и подождем, что будет дальше. А вот эти два бальзамина самые слабые, самые маленькие. Я объединила в один горшок. Один из них уже имеет три белых цветочка. Другой будет розовым. Но когда они будут пышными, они закроют все кашпо. И здесь тоже будет красота. Сегодня 18 июня. Бальзамин выглядит вот так. Один кустик уже, можно сказать, расцвел. А другой только лишь показал, какого он будет цвета. И этот тоже такой же. Сочетание цветов как нельзя получилось замечательным. Два красных по краям розового. Ну, с одной стороны розовый тоже будет. С этой стороны, возможно, тоже. Вот так выглядит бальзамин 18 июня. На этом фильм о бальзамине можно заканчивать. Мы получили вот такое пышное, изумительно красивое цветение. И у нас еще небольшой кустик белый. И у нас еще небольшой кустик белый. Никогда не пожалеете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...